В эфире информационно-аналитическая программа «Тема в деталях». В студии работает Наталья Залеская. Здравствуйте! Об эксплуатации и регистрации маломерных судов мы поговорим сегодня в ближайшие 15 минут. И у нас в гостях начальник Государственной инспекции по маломерным судам Гродненской области Андрей Францевич Ситко. Здравствуйте! Здравствуйте! Недавно у нас начался в Беларуси сезон навигации. Как долго он продлится в Гродненской области? И для каких категорий водного транспорта существует такое понятие, как сезон навигации? Навигационный период для всех маломерных судов в Гродненской области осуществляется практически круглый год. И даже в зимний период времени при отсутствии ледяного покрова на водоемах. И за исключением нерестового периода, который установлен в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Это, как правило, для Гродненской области начинается с 1 апреля по 31 мая. То есть в тот период, когда у рыб идет нерест, эксплуатация маломерных судов запрещена? Да, любых маломерных судов. А, любых, да. Именно в этот период весной и, наверное, еще в какие-то периоды, когда осенью существуют запреты, либо вот только весенние? Нет, только весенние, в период нереста рыбы, осуществляется запрет использования маломерных судов. А что такое вообще маломерное судно с точки зрения законодательства? Что именно сюда относится? Потому что кто-то считает, что маломерное судно это, например, катер, либо лодка с мотором. Кто-то считает, что и весельная, байдарка, либо еще что-то. Что говорит закон по этому поводу? Что такое маломерное судно? На основании кодуса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь 24 июня 2002 года, номер 118З, маломерное судно, это судно длиной не более 20 метров с допустимым количеством людей, на борту не более 12 человек. То есть до 20 метров, до 12 человек. В том числе суда с подвесным двигателем и гидроциклой, а также все весельные лодки, байдарки, катамараны. То есть весельная лодка, моторная лодка, катамаран, гидроцикл, все это маломерное судно. А какие из них подлежат государственной регистрации, либо все они нуждаются в регистрации? Ну, согласно положению государственной регистрации и классификации маломерных судов, утвержденное постановлением Совета Министров 28.12.2013 года, номер 1149, государственной регистрации подлежат все маломерные суда, за исключением грибных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограмм. То есть, грубо говоря, надувная лодка, если у нее невысокая грузоподъемность, она не нуждается в регистрации. Да, я имею в виду 225 килограмм. Весельная лодка не нуждается в регистрации. Это маломерное судно, но регистрировать не нужно. Байдарку не нужно регистрировать. А все остальное, все, что, наверное, с навесным, например, мотором... А все остальное, что с навесным мотором, оно вне зависимости от грузоподъемности подлежит регистрации. То есть там уже грузоподъемность не имеет значения. А насколько вообще большая эта лодка, надувная, например, о которой мы говорим, что вот она уже подлежит регистрации? Ну, как обычно, это, я вам говорю, это свыше грузоподъемностью свыше 225 килограмм, но это грузопассажиры 2 и более человек. Она подлежит регистрации. Ясно. То есть тут нужно уже смотреть, что именно у тебя есть и нуждается ли оно в регистрации. На самой лодке, понимаете, есть технические условия, в которых характеристики, в них это все и прописано. Понимаете, грузоподъемность, пассажировместимость людей. То есть смотрим, что у нас есть в наличии, и тогда уже смотрим согласно закону, нужно регистрировать или нет. Давайте поговорим о том, каким образом маломерное судно ставится на регистрацию. Вот что нужно для того, чтобы зарегистрировать судно? Как оно должно быть укомплектовано и какие документы выдаются в результате? Маломерное судно подлежат государственной регистрации. Они все осуществляются на территориальных участках ГИМС по месту жительства граждан. То есть получается, если человек живет где-то в Сморгонском районе, ему не нужно ехать в Гродно, для того, чтобы поставить лодку на регистрацию. Он может обратиться у себя по месту жительства, например, в районную инспекцию, да? Да, у нас существует в Лиде еще один участок, который обслуживает районы, входящие с северного куста, как говорится, Гродненской области. А сколько у вас вообще отделений? У нас два участка, это один Гродно и один Лидский участок. То есть из Островца, Ашмян, Сморгонии, Ивья, Воронова все едут в Лиду? Ну, осуществлять, да, выезд в Лиду, если они приобрели лодочное, это маломерное судно в процессе открытия навигации. А вообще, перед открытием навигационного периода, инспектор, у него и согласно графику, он выезжает в эти районы. Но это получается апрель-май для осуществления регистрации, чтобы было проще людям. А, то есть он не просто сидит там у себя в Лиде в офисе и ждет, пока к нему приедут, он еще по районам выезжает? Да, он выезжает по районам и так же самое он и осуществляет рейды. То есть он в процессе может даже и рейда, который осуществляет по районам, может, если люди хотят, они созваниваются, он может провести осмотр и сразу же, как говорится, ну, при наличии правоустанавливающих документов, я имею в виду и оплату, и квитанции. Так, а что должно быть для того, чтобы поставить маломерное судно на регистрацию? Ну, для регистрации, ну, необходимо этот документ заполняется заявление. На регистрацию? На регистрацию, да. Потом документ, удостоверяющий личность, копия руководства по эксплуатации судна или двигателя, ну, если есть, при наличии. То есть, отметки о продаже и правоустанавливающие документы с предоставлением их оригиналов и квитанции об оплате пошлины. То есть, квитанция об оплате за регистрацию, заявление на регистрацию и документы, которые есть у него на вот эту его лодку. На право приобретения маломерного судна. Ясно. А если вот нет, например, этих документов, которые правоустанавливающие, что вот именно он владелец, что делать? Ну, мы не имеем права. Тогда вы не можете поставить. То есть, человек должен найти где-то документы, у кого он покупал. Это или товарный чек, понимаете, должен быть присутствовать. И какие документы выдаются ему в результате того, вот как судно будет поставлено на регистрацию? Какие документы у него должны быть на руках? Ну, на руки мы ему выдаем судовой билет, в котором прописывается, устанавливается, ну, бортовой номер регистрационный. И если есть этот лодочный мотор, то и вписывается туда лодочный мотор. А вот человек, когда эксплуатирует это судно, вот эти документы у него должны быть с собой при себе? Вот как, например, водитель автомобиля, но возит с собой водительское удостоверение документов на автомобиль. Ну, конечно, дело в том, что мы, когда выходим в рейды, одну из основных задач мы проводим, но... Вы проверяете еще наличие регистрации? Наличие регистрации, наличие документов, наличие водительского... То есть, удостоверение на управление маломерным судном? Да. Такое тоже нужно? Да. А на какие судна именно? Это если двигатель превышает больше пяти лошадиных сил. Как должно быть оборудовано маломерное судно? Что на нем должно быть обязательно? И когда вы ставите его на регистрацию, проверяете ли вы наличие всего этого комплекта? Вот как в автомобиле, аптечка, например, огнетушитель, знак аварийной остановки. Что должно быть в лодке? Ну, согласно правилам пользования маломерными судами, маломерное судно должно быть оборудовано веслом, либо весельным багор. То есть, несмотря на то, что есть мотор, должно быть еще и весла? Обязательно, да. Средства пожаротушения, но это для моторных судов. Также водоотливные средства, звуковые, световые сигналы, аптечка ремонтная и медицинская. Якорные, швартовые, буксировочные средства. Да. Ну, при регистрации маломерного суда мы просто осуществляем визуально его осмотр. Да, но мы не требуем наличия вот этих вот элементов. Вы потребуете во время рейда? Да, мы это требуем во время рейда. То есть, когда уже человек вышел непосредственно на воду, он уже должен быть, его судно должно быть полностью укомплектовано, как говорит об этом закон. Вы уже сказали, что регистрация судна возможна только при наличии документов на него. Скажите, какие моменты необходимо учесть при покупке маломерного судна? Ну, при покупке необходимо обратить внимание на технический паспорт маломерного судна, который должен содержать полную информацию, включая название, заводской номер, технические характеристики маломерного судна, а также правоустанавливающие документы, как я уже говорил, о приобретении данного маломерного судна. А если, например, кто-то не приобрел, а сам сделал лодку, маломерное судно, например, оборудованное мотором или еще каким-то образом, ну, есть вот такой человек, у него золотые руки, вот у него получилось. Здесь ее можно поставить каким-то образом на регистрацию? Ну, есть один, как говорится, момент. Вообще-то, самодельное не допускается к использованию и регистрации без прохождения лабораторных испытаний, которые имеют аккредитацию. То есть, фактически, если ты сделал лодку, ты должен ее где-то испытать? Да, на территории Республики Беларусь у нас имеется такая лаборатория, это на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов, которые, ну, выдают заключение о допуске маломерного судна к эксплуатации. И вот с этими бумагами можно прийти к вам, зарегистрировать вот это прекрасное самодельное маломерное судно. Есть ли какие-то ограничения по эксплуатации маломерных судов? Везде ли им разрешено передвигаться? Либо, может быть, есть какие-то водоемы, где плавать запрещено на маломерных судах? Ну, в Погродницкой области есть водоемы, где запрещено передвижение маломерных судов с лодочным мотором, либо существует ограничение по мощности лодочного двигателя. Ну, как правило, это заказники. Особо охраняемая природная территория. Особо охраняемая территория, да. А также водоемы, на которых решение местными органами власти, ну, запрещена эксплуатация маломерных судов с лодочным двигателем. То есть, если, например, это весельная лодка, то особых проблем не будет. Но если лодка моторная, нужно смотреть, не является ли вот этот вот участок особо охраняемой природной территорией. Иначе передвижение запрещено. Так и есть, да. Вот у нас, как пример, это озеро Юбилейное, а не решением администрации Октябрьского района. Особенно на период летнего отдыха. Отдыха, да. У них запрещено использование. Кроме работников МЧС и самих осводов. И осводов. То есть, освод только может передвигаться на моторных лодках. Всем остальным запрещено. И гидроциклы сюда же, да? И та же самая гидроцикл. Скажите, любой ли человек может стать владельцем и управлять маломерным судном? Либо, может быть, есть какие-то ограничения? Вот про удостоверение водителя лодки давайте поговорим. Ну, грибное судно может управлять гражданином, достигший 16-летнего возраста. Это мы говорим сейчас про лодки с веслами, да, весельные, байдарочные. А моторным судном с 18 лет. А если двигатель, вот как мы уже обсуждали, превышает свыше 5 лошадиных сил, то необходимо удостоверение на право управления моторным судном. А где вот этому учат? У нас в ЖЭК-ГИМС. Ага, именно в Гродно. Есть такая возможность. Что Вы проверяете во время рейдовых мероприятий? Вот сейчас Вы говорили, что у Вас постоянно рейды. Что именно Вы проверяете? Ну, во-первых, это наличие спасательного жилета. Во время движения оно должно быть засегнутым. Регистрация и техническое свидетельствование маломерного судна. Удостоверение на право управления маломерным судном, если двигатель превышает свыше 5 лошадиных сил. Ну и наличие оборудования, которое необходимо, которое мы раньше... То есть о том, о котором мы говорили чуть выше. И часто ли Вы выявляете нарушения в эксплуатации маломерных судов? Ну, основной задачей у нас является безопасность на водоемах области. И поэтому основные мероприятия направлены на проведение разъяснительной работы по недопущению правонарушения при использовании маломерного судна. Но, как правило, граждане у нас пренебрегают своей безопасностью и не используют тот же спасательный жилет при движении на воде, что является основной причиной нарушения. То есть основное нарушение, это, как правило, отсутствие спасательного жилета. И какие-то штрафные санкции за это существуют? А, согласно кодекса об административных правонарушениях, от предупреждения до трех базовых величин. А вот от предупреждения до трех базовых, это от чего зависит? Повторность? Вы какие-то выписываете? Здесь человек осознает, как говорится, свою вину, и поэтому мы больше, как я вам еще раз говорю, разъяснительную работу, чтобы не допускали нарушений. Спасибо за участие в программе. К сожалению, наше время и стекло. Напоминаю, это была тема в деталях. Смотрите на нас на телеканале Беларусь4, а также на сайте tvgronna.by. В студии работа Наталья Зарезкая. Всего вам доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»